добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радио центра сангейтс начинает свои программы и сегодня пятница 29 июля и у нас сегодня на связи москва и астролог профессиональный астролог андрей бухарин руководитель школы астрологии андрей здравствуйте день добрый майкл добрый день все радиослушатели сангейтс радио да и им сочувствующие в других частях городов и стран нашего маленького земного шара у нас время-то в чикаго еще ранее нас только 10 часов утра ну а в москве в это время 6 часов вечера за 17 часов да ну какое-то время мы андрей с вами не встречались это связано было с вашими разъездами поскольку вы человек востребованный вас все так сказать желают видеть слышит ну и соответственным образом первый вопрос это конечно какие-то прогнозы ну вот давайте проанализируем что было в прошлый раз вам виднее вы сами в общем то то что вы говорили ну во всем случае сегодня я на фейсбуке вернулся в прошлое и посмотрел как движение было одно из вас один из ваших прогнозов это движение евро против доллара валюта и все вот там графики показаны я в этом деле как раз таки специалист то есть все абсолютно один в один самое интересное что вот скажем мои графики которые помещаю уровни смотрят на твиттере в день по несколько тысяч просмотров графиков и в один из дней я поместил как раз прогноз известного астролога тогда было написано и как раз ваш график движения евро и доллара ну реакция была сами понимаете ну как это не все трейдеры разбираются в астрологии будем мягко говорит так но в самом случае все это действительно было и я хочу еще один отметить момент когда помните в одной из программ у меня гостем было ясновидящая лариса суверон и она говорила о том что предполагается она видит какой-то активность вулканические какие-то вулканы лава и так далее ну я нашел да и вы сказали что одно из мест где возможно это может произойти отметили что это вот адриатическое море это италия ну и вот я посмотрел о том что было сообщение такое что отмечена была активность того самого вулкана после которого извержение которого погибл город помпеи вот этот вулкан и это было действительно примерно в то время когда она об этом говорила то есть в районе 15 июля это было так что это то что я помню но вы отмечали о том что южно-китайское море правильно там какая-то стиль это там военно-политическое обострение южно-китайском море и так как еще до сих пор идет транзитная петля марса она закончится еще скажу когда она закончится то есть последнее ее касание будет 22 августа 2016 года вот когда она пройдет 8 9 градусе стрельца и тогда закончится транзитная петля то есть это транзитная петля длится практически вот с февраля месяца этого года и вот до получается 22 августа вот все что заложено было но все что сигнифицируется марсом данном случае это какие-то военные столкновения там конфликты пожары всевозможные вот эти конкурирующие такие вот действия если они будут либо противостояния они будут именно в это время ну скажем так они должны как-то вот здесь отреагировать и один из регионов это было действительно южно-китайское море где даже суд гааги насколько я понял там что-то запретил китая но китай сказал что не согласен с этим и ситуация накаляется то есть там в общем то претензии территориальные а территориальные претензии одной стороны другой очень часто заканчивается к сожалению военным противостоянием ну или очередным 897 предупреждением китайцев это мы тоже знаем китайцы они постоянно какие-то претензии всем там какой-то суд гаги уж понимаете китайцы но вы знаете я слежу как-то за астрологическими новостями поскольку вот но на нашей территории самом случае тоже есть известные астрологи и вот называет дату вообще-то говоря август сентябрь какой-то вот такая вот ситуация давайте мы прогнозируем вы спрогнозирует точнее что у нас происходит в августе кстати называет какую-то такую дату вы сейчас примерно ее как раз и назвали 23 августа вот 23 августа одна из известных астрологов на соединенных штатов я слушал ее прогноз она говорит ну вот эту дату зафиксируйте себе 23 августа что такое 23 августа ну вам виднее естественно ну я бы хотел отметить вообще вся последняя неделя августа она отмечена таким ростом напряженности именно на религиозной почве именно скажем так либо и религиозной идеологической то есть там много будет таких взаимодействий конфликтов как я понимаю на этой почве потом могу астрологически это обосновать ну скажем сейчас вывод делают поэтому вот например вы знаете например что в украине идет крестный ход то есть замер там очень массы как раз вот празднику 28 августа там религиозный праздник святой богородицы и уже масса эти паломников то есть это очень много людей вошли уже в киев то есть там такие движения идут сильные то есть они как раз как бы кульминация всех этих вот действий как раз будет на эти дни если они как раз происходят они соответствуют описанию астрологическому то есть именно то что это религиозная тема то что противостояние скорее всего то есть я опасаюсь как бы не было там каких-то вот провокаций по типу знаете вот когда был майдан там была небесная сотня такая ну то есть погибшие за революцию а здесь как бы зеркально не проиграл и чтобы не сделали эти силы которые за войну но скажем так небесную сотню со стороны религиозных паломников к сожалению потому что там много показателей на конфликт и я бы сказал если так еще на 22 23 это конфликт на уровне слов да нет там уже и конфликт уже с исполнительной властью показан то уже 23 24 это конкретно конфликт на религиозной почве то марс квадрат нептуну делать но он обычно как раз где-то за два-три дня до точного аспекта то есть это да попадает на 22 23 августа это подтверждаю и кроме этого надо понять что это еще будет . вот эти выходные она будет именно приближаться к срединной точке такая срединная точка есть между срединая точка между затмение 18 июля некоторая часть астрологического сообщества не скажем так не считает что это затмение в общем-то она в как бы полноценным конец не затмение августа она каким-то таким полноценным затмением его считать нельзя но тем не менее это уже такое или простым полнолунием я бы тоже это не относил 18 августа поэтому ситуация такая активно накаляться будут именно с середины августа до конца солнечному затмению 1 сентября середина как раз да и ну как я так сказать слышал 30 августа как раз на мой день рождения меркурий становится ретроградным да поздравляем вас если ретроградный меркурий что человек может сменить в этом месяце мыши то есть в этом году на свое мышление даже работал только мышление то есть сейчас модно менять другой и другие вещи не это не грозит но вот в качестве меркурия у меня сильный меркурия насколько я понимаю чем это вот скажем грозит таким людям у кого вот меркурий как у меня ну во первых бояться не надо этого рядом затмением будет соляр это называется соляр то есть когда программа субпрограмма на год такая накладывается и во первых это надо проанализировать индивидуально карту то есть если вот так говорить суть в том чтобы если хорошие транзиты от карты соляра карте натальной так она прекрасное затмение монотров она фатальность даст но фатальность такую позитивную вообще слово фатальность скажем несколько иной ну скажем такой демонический смысл заложен некоторыми людьми которые вот там стращать и народ и фатальность это неизбежность то есть это неизбежно можно и джекпот выиграть удачно выйти замуж и забеременеть можно неизбежно понимаете это не значит что это плохо поэтому здесь надо просто понимать что мало того люди рожденные затмение они как правило все события важные в жизни у них происходит либо в затмении либо на серединной точке то есть вот такой классический пример это кейт миддлтон и принц уильям если их брать то есть у них классика жанра поэтому здесь ситуация то есть если вот мы рассмотрим август месяц в целом но вот как август месяц то я бы так отметил что меня кстати готовы графики такие специальных подготовил они как раз описывают астрологическую такую картину что если в целом первая половина она так радикально не выражена негативная но такая на обычный август месяц то конец именно где-то вас 23 я начал с 18 число вот начинается маятник качается в сторону отрицательную 20 21 21 еще такая компенсация положительная есть а вот 23 по 26 очень самый максимальный пик негатива отмечен то есть он под затмение ну и там еще ближе к затмением 28 29 30 31 то есть там тоже но это уже затмение то здесь не значит что плохие аспекты идут здесь затмение хотя есть глобальный аспект негативный это сатурн квадратик никто ну вот о чем игрок кстати это один из показателей падение цены на нефть на основании которого я строил прогноз еще за два года до этого падения у меня есть публикации и на сайте и моих вебинарах если уж так как аргументирую вот скажем так откуда эти выводы я делал поэтому правда вот летом там отскок был такой до ска сколько там он отскочил до 50 даже но на сегодня уже 43 то есть уже извините уже на 15 процентов уже меньше и это то есть вы можно констатировать факт что вы июня 2016 года произошел разворот тренда нефти на нисходящий и мой прогноз я вот заявляю сегодня его тоже что он нефть будет падать и ну как минимум там уровень 27 на мой взгляд она все-таки пробьет не пробьет но подойдет со второй с очередной попытки я как бы к этому склоняюсь то есть это мое мнение вот поэтому ну посмотрим проверим скажем так ну я могу просто добавить о том что скажем да нефть идет и по моим не прогнозом по моим уровням а нефть идет вниз это что она предполагается быть менее чем 30 долларов это еще было скажем я об этом говорил еще в начале года но скажем если вот евро то что вот на фейсбуке да допустим я как бы этим занимаюсь то просто с уровня до уровня это довольно много значит если кому-то это надо если кто-то хочет на этом зарабатывать это как как в общем то работа как комбинация шахмата скажем так то это достаточно много можно зарабатывать хорошо скажите все таки ну вот какая-то политическая атмосфера в мире в августе месяце политическая может быть не политическая она может измениться благодаря вот этим событиям которые вы видите там напряженностям планетарным и так далее вообще затмение это фактор вовлечения опять же фантальности вовлечения коллективных событий но больших масс людей и вот значит то что будет сигнифицироваться нептуном частности религиозность такая именно не не показная религиозность а именно вот внутренний такой вот именно внутренняя вера то есть это показать обычно юпитер когда у там атрибуты всякие такие показаны они там это внутренняя составляющая вот человека по его идеалов она как раз эта планета поражается планетой препятствий жесткости какой-то нетерпимости ограничений и места где выражены либо такие будут именно темы религии жидкости там идеологии они будут очень сильно на это реагируют это кстати один из показателей проблем даже просто вот в этом месяце будет ухудшение первым проблем с водой просто с обычной водой потому что никто не имеет отношение к жидкостям сатурн когда поражает говорит о том что реки будут мелеть но вот эта тема такая что могут даже озера уходить какие-то водоемы будут осушаться очень сильно какие это уже показывает астрокартографическая проекция этих планет на землю и там уже можно смотреть где наиболее места более поражены это кстати вот ответ предыдущему помните был журналист очень замечательный мы с ним общались здесь втроем и вот задавал вопрос типа вот территориально могут ли узнать но да есть такая наука в астрологии астрокартографии который отвечает на этот вопрос в какой местности этого произойдет то или иное событие но по крайней мере она как-то уменьшает диапазон поиска чем если просто там все подряд сканировать поэтому я считаю что именно на идеологической почве где она религиозной где есть какие-то в это время праздники столпотворения там будут и скажем событие это также еще тема моря тема морских каких-то вот событий в море поэтому возвращаешься знаем не нептуна это сказать бог в греции это сбок воды на самом деле да то есть но астрологическим тоже да и поэтому здесь конечно будет всего именно идти то есть событие на наш на воде события жидкостью и либо события с верой психологией психикой вот эта тема нептуна когда его скажем так зона ответственности здесь вот именно именно такого негативного характера события потому что эта планета она поражается она собой она раз это на затмение то это как раз фатальные крупномасштабные какие-то события это не такие не личностные события что кто-то там где-то что-то разлил стакан воды на себя и так далее нет ни в этом а именно вот такого что кстати могут быть разрывы нефтепроводов в это время происходит то есть именно не потому что нефть тоже описывается нептуном и где этот период повышенной опасности поэтому службам имеющим отношение к этому следует как бы именно вот в период конца августа начала сентября крайне бдительно не рекомендовал бы в это время запускать новые участки трубопроводов каких-то потому что они будут но как раз неудачное время для этого вот у нас просят но это большая часть и к вам газпром там и так далее ну почему вы имеете что ли никто там трубопроводы не прокладывать или в других странах то есть это ну если кто-то слушает из специалистов там творите если слушают наши программы и кстати все и с этим надо мне сообщить о том что руководство радио не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире в данном случае у нас в эфире астролог андрей бухарин и если вы хотите задать вопрос андрею или допустим с нами побеседовать оставить свои комментарии свои замечания вы можете это сделать на тройное w sun gates radio.com sun gates radio.com и sun gates 108 это наш skype андрей скажите пожалуйста а вот как отдельно взятые страны ну мы знаем о том что в турции то ли произошел переворот или была попытка этого переворота никто до конца таки не понимает что там произошло есть что-то такое развитие потому что вот как-то все так устремленные взоры в эту сторону ну а также в сторону скажем как всегда арабских стран там сирия ну если помните как раз я рассказывал именно что три территории такие которые будут на кстати давайте вспомним мои прогнозы еще где-то полутора месячные до двухмесячные и когда мы с вами начали плотно общаться где не на вашем эфире майкл то есть у меня прогнозы есть скажем там соцсетях наверно вашем эфире что я три зоны рассказывал территории то есть это будет это украина где вот именно тема активизации там вот противостояния она вот сейчас связи с этим крестовым походом она очень сильно напряжение там начинается 2 это ближний восток то есть турции ну турция на собственно там и находится и 3 это южно-китайская море то есть я не говорю что про америку ничего там не говорю мне про скажем австралию или какие-то другие регионы именно эти три потому что на транзитной петле именно марса на начальном этапе там как раз скажем так было было зачатие этих событий показано что а продолжение скажем по аналогии такой вот медицинской инкубационный период и потом собственно признаки уже события они уже происходят как раз вот наши дни да я хочу сказать что турция там у них я кстати мне вот обращаются люди куда поехать какие страны и я турцию не рекомендовал то есть кто обращался ко мне вот наверно последние месяца два уже на вот и даже еще до этих всех переворотов что это повышенная зона нестабильности хотя ты не значит что это турция вся там горит огнем или что-то в этом духе но вот вы представляете вот так приехать семьей с детьми и там как не вылететь там самолеты военные в воздухе летают и так далее то есть это отдых такой как на пороховой бочке да совершенно верно ну хорошо да но сейчас я могу по турции сейчас гляну что у нее происходит по ее таким показателям государственным что у нее там происходит в этом месяце кстати у турции у турции опять будут какие-то события имеющие отношения с переворотом но правда я так думаю журналистики какие-то смены порядка 9 августа то есть там очень могут быть скажем какая-то такая неожиданная информация турции выйдет давайте проверим а далее не очень скажем так одновременно 7 августа по 12 августа идет рот рост авторитета турции что скажем так багдаде все спокойно но багдад это не турция как бы она так импровизация делает успешные военные действия официальных военных где-то вот 17 по 19 августа то есть они если будут проводить какие-то мероприятия то они будут скорее всего будут какие-то там такие но не война скажем так а какие-то вот очаги борьбы с каким-то возможно с преступниками лески то есть я бы сказал так серединами опять же до 8 опять рубеж то какой вот это все там произойдет там все произойдет на полнолуние 18 августа в турции еще продолжение но такой но успешные для официальной власти а вот в конце 31 31 где 31 августа очень показатели большие для опять для каких-то я бы сказал неприятностей с самолетами и военных переворотов как бы тема такая как бы не было пять продолжения военного мятежа причем уже опять же игра на идеологической почве чтобы там власть не светские военные взяли а вот эти ну скажем там про игиловской какой-нибудь там направление что-то в этом духе потому что вот как раз на затмение по гороскопу турции показано военное обострение именно перед за день до затмения 31 августа то есть событие такого военного характера поэтому я бы рекомендовал если кто уж там едет отдыхать отдыхать лучше в турции ну если уж там не отвертеться или по делам это где-то седьмого по 12 августа даже в крайнем случае до 18 а вот вторая половина и особенно период 29 30 31 августа это уже период очень неблагоприятный опасный но если турцию так смотреть почему их могут быть именно опять какие-то проблемы по именно в небе вооруженным либо революция такая либо мятеж очень вероятен по крайней мере тех кто против официальной власти они показано что они могут в это время какие-то действия совершить такие заметные военные вот так вот мы естественно туристом быть в это время и наблюдать за этим всем мало ли бывают люди кому это нравится но тем не менее нормальным людям 7 как я понимаю лучше избегать так вот хорошо что на территории соединенных штатов как позиция противоборство претендентов ну что-нибудь изменилось в картографии допустим все посмотрим вот я хотел чтобы вы рассказали мы же рассматривали помните что в августе у этого дональд трамп у него какие-то очень так давайте сейчас еще раз помним что там показатели какие были а у хилари вспомним у нее тут негативные показатели идут падение авторитета у него кстати на 18 число идет чем неожиданно какой-то компромат выйдет именно в период 16 по ну я так думаю на полнолуния на это где-то вот там жахнет 18 19 числа скорее всего около 18 а у ее оппонента дональда трампа наоборот у него а у него именно в эти дни он на белом коне у него очень успешно у него рост авторитета но смотрите как интересно вот как раз но до 3 до до 3 августа у него какой-то тут публичный позор где-то будет в конце последних числах июля сейчас очередной что-то против него там выйдет и он какие-то минусы такие именно именно позор публичный вот как это можно выразить но начиная где-то вот с 5 августа у него до 25 августа у него очень активные показатели главное что любопытно на период именно опять же полнолуния 18 августа у него рост авторитета и народной любви скажем так я уж не знаю там что он там такое произойдет но к сожалению если мы помним что рост авторитета дональда трампа происходит всегда когда соединенных штатах происходит какая-то трагедия вот как бы он всегда набирает высоту то есть если опять же тише благодать то хиллари клинтон скажем так баллы растут то здесь надо тоже вот смотреть как бы где-то не произошли какие-то события которые были помните подобные там ночном клубе какие-то там такие негативные даже не хочу эти слова называть чтобы скажем так внимание людей не было сконцентрирование но трагические события они укрепляют его авторитет если так скажем поэтому я бы рекомендовал вот если мы посмотрим новолуние сейчас это у нас минуточку сейчас найду я дату его который а ну да он уже будет 2 августа давайте посмотрим что то на соединенные штаты там показано так минуточку немножко терпения майкл вы можете что-то расскажите по качеству вы знаете мне я не интересует ну как не интересуюсь я не занимаюсь точнее политикой это у нас был ярослав беклемешев он как раз специалист политический обозреватель кстати был ей какие-то отзывы на эту тему потому что люди как-то хотели они говорили давайте мы дадим слово астрологу то есть политика политикой как говорил кардинал дэри шилье во времена правления ледовика 13 франция он говорил политика политика любовь любовь вот это на политике не очень хочется говорить ну что есть то есть я готов ответить то есть значит смотрите очень такие негативные линии которые показаны это это где-то вот период то есть города баттон роу вы знаете запад техас восток техаса вот эти где новый орлеан вот новый орлеан джексон мэмфис нашлил индиополис кстати чикаго на этой линии находится между прочим вот здесь вот это то есть скажем так средний восток соединенных штатов америки центр и средний восток то есть вот запад соединенных штатов здесь я но по крайней мере особенно средний запас там хорошие показано так безопасно а вот именно средний восток то есть не совсем побережье вот я бы больше вот эту часть который дальше побережье вот она колумбус вот эти города не little rock родина родина клинтонов да да а кого хиллари да или кого-то обоих обоих да они проживали у меня есть знакомые проживающие в little rock и мои хорошие знакомые из минска и я когда-то рассказывал сын вот моих знакомых он специальная программа была юные сенаторы и вот их посетила челси клинтон они примерно ровесники и вот они даже как бы так сказать ну играли если может так выразиться вместе вот это было до clear water там это все это было вот компания это было и там оттуда тянется шлейф каких-то таких ну вот а тут под все пытается найти какие-то там факты которые вроде бы порочит хиллари клинтон поскольку естественно оппоненты ее и сторонники трампа как всегда оно и происходит во время предвыборной гонки вот так что да там там это да вот поэтому вот эти места опять же если там политики которые идут на то есть имеют отношение к этим городам которые идут на пост президента соединенных штатов то вы понимаете что как бы более еще более вероятно но объяснимо почему там могут быть какие-то такие случайные совпадения негативные ну то есть в этих городах его как бы рекомендовал усилить безопасность и так далее то есть это не иными словами не западное побережье а вот именно вот здесь средний восток соединенных штатов америки вот так если он полно ответил на вопрос но предел а скажите андрей вот заканчивается пара отпусков последний месяц остался люди с детьми и уезжают отпуска вот куда бы вы не рекомендовали бы есть ехать все-таки какие регионы мира ну куда обычно люди едут отдыхать куда-то там в августе да ну август месяц да в сентябре дети в школу как обычно первая неделя еще сентября захватывается и вообще если скажем так до двадцатого примерно сентября вот такие вот события не очень позитивные будем в целом мире да то куда все равно ехать куда-то люди будут ехать но куда бы вы не рекомендовали об особенности ехать в какие-то хороший вопрос ну конечно сейчас вы не готовы то есть нет я готов почек туристический бизнес если по мере роста популярности нашей передачи ну ладно я отвечу конечно потому что жизнь людей она важнее чем я разошлю нашим туристическим агентством таким негативным показателем вот именно больше выделено греции получается юг франции безопасный вот скажем безопасный безопасный юг франции такс и испания хорошее место с точки зрения безопасности то есть вот именно а греция причем она на границе с турцией вот как бы там опять же что-то вот новый какой-то фокус не произошел так персидский залив под напряжением находится значит западное побережье индии опасные восточные кстати безопасно более скажем такое опасных побережье индии но западная это имеется ввиду это которые находятся вот сторону с караби туда смотрит восточные которые смотрят сторону индокитая там как бы больше показатель такой спокойствие а вот кстати вьетнам вьетнам не спокойно вот я как бы китай с вьетнамом не зацепился через вьетнам проходит очень негативные линии астрокартографически в это время да вообще на август месяц я как бы вот как бы здесь там кризисы очень сильные идут то есть это индонезия туда что же еще если мы рассмотрим так австралию австралии в этом месяце и на западная часть но средний запад скажем так не очень не тоже не очень опасно и скажем для путешествий и так далее севера северная часть нормально так сейчас секундочку вот карибский бассейн скажем куба даже не куба мексика которая граничит с кубой вот это место кстати наиболее то есть на очень ну из тех ближних которые она относительно безопасная вот очень кстати опасная мексика становится в этом августе именно мексика где акапулька вот этот например известный курорт он как раз там показатели вот такого ну скажем так спрашивайте про опасности я поэтому говорю что знаете вы знаете американцы в основном ну не только американцы те люди которые проживают на в северной америки обычно едут отдыхать но первых детьми едут отдыхать самое такое место понятно и известное и ближе всего это находится это мексика и в основном туда едут дважды в году американцы в общем-то так приучили себя что ли у них две недели отпуска ну так неофициально вот они берут одну неделю едут летом с детьми речь идет о том что поехать детьми а вторую неделю они берут когда каникулы зимние каникулы и тогда вот примерно вот январь месяц так конец декабря поскольку понятно вот christmas под new year и и в это время тогда люди уезжают в отпуска ну мы разбираем август но еще росте посмотреть вот скажем декабрь январь именно мексик нет я сейчас не могу не готов затратить я хочу сказать что я же не договорил от калифорния хорошие очень безопасное место то есть это вот как раз где вот эти города например сан-диего но это что у нас это мексика что уже идет это граница это граница ну вот этот полуостров мексиканский который вот где сан-диего находится это энсенада город вот этот он безопасный я говорю что восточная вот юго-восток соединенных штатов и из нас юго-запад западная часть и она средний запад и вот где вот граница с мексикой это очень комфортный отдых там будет благоприятный хороший даже для романтических таких вот путешествий гармоничный в общем то относительно безопасно вот так вот если так флорида кстати безопасная то есть нет повреждений куба нет повреждения есть на так это что за цепочка островов сан-джонс вот эти вот здесь опасно уже форт-де-франс это карибское море а вот цепочка островов которая идет вот на восток от а доминикана где вот доминикана и западные доминиканы где-то на тысячу километров вот там опасность ну интересно интересно потому что в общем то люди обычно популярно ездите в круизы да и круизы два региона которые обычно люди ездят это средиземное море и даже американцы хотят обошен далековато от нас в европу вот средиземное море мы сейчас с вами определили регион куда корабли скажем грецию которые туда вот заходят ну значит надо тогда даже я сказал воздушного такого либо такая насколько не знаю греции террористической угрозы насколько она там опасно там вроде там тишина но там больше я бы опасность для самолетов даже не для кораблей скажем так именно про если прогрессу и и конфликт с соседом вот это которое очень вероятно может быть потому что есть замороженный конфликт между греции и турции это остров кипр например на кипр и любят здесь россияне да насколько ну да 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 там рядом но вроде там на ближний восток именно кипром стану к израилю ближе там кипр не поражен никакими то но может чуть-чуть достает туда но так особого нету пока именно ближний восток кстати он опять же здесь в августе месяца граница армении азербайджан вот эти иран ирак вот эти места персидский залив кстати отмечен напряжением очень военным ну персидский залив по определению там всегда какая-то там опасность есть ну есть вот такого рода что может быть именно как бы стрельба какая-то там именно вот я имею ввиду что не просто там стоят военные смотрят ну израиль по крайней мере кстати израиль он же страна которая рождена в затмении между прочим и там все войны которые были причине начинались на затмение причем день в день на вот если мы потом передачи будут и мы посмотрим потому что мы сейчас смотрим как раз до затмения период вот именно перед те которые будут на а у меня кстати есть здесь я могу глянуть между прочим я готов даже мне есть расчеты на эту тему немножко после поездки немножко сонный такой но что я хочу сказать пока не вижу тут каких-то серьезных военных обострений именно вот в этот период времени который не я говорю про сентябрь уже даже туда потому что затмение будет именно с сентябре такие как 1 1 сентября будет затмение потом через две недели там 16 сентября вот но по крайней мере первое затмение но нет она не вижу не нету то есть значит но опять же граница то есть опять же граница турции сравнение с этим вот где-то вот этот узел почему-то очень сильно отмечен вот так только меня имею ввиду там ирак иран вот то есть напряжение они не в израиле а скажем а восточный израиль а там где-то тысячи на две километров туда а это уже полторы скажем так а это уже как бы уже далековато объяснение почему ну проверим по крайней мере посмотрим что там прояснится но в любом случае в израиле всегда напряжение растет на затмении поэтому какие-то конфликты провокации там именно именно день в день то есть первого числа сентября либо шестнадцатого сентября они крайне ну хорошо 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 вы недавно приехали я полагаю что вы все еще где-то климатизируетесь поэтому я думаю прилетел да я думаю что на этом мы можем на сегодня закончить ну напоследок можно сказать дорогие аэродисты слушатели и те кто нас будут видеть в записи youtube зрители мы беседовали с андреем до эфира в частности по валютной паре евро доллара и вот уже есть для тех кого это интересует естественно уже есть так сказать прогноз на август месяц в движение евро доллара кого это интересует вы можете ну во первых посмотреть на и андрея сайт рассветсириуса рассветсириуса осей правильно рассветсирииуса осей осей А я когда читаю, у меня это бросается Поэтому даже видите Я по русскому, вот это слово было Сначала на русском придумано А когда в английской Транскрипт всегда там USA присутствует Ну так на фейсбуке Графики я их выкладываю Уже есть Есть такой прогноз В целом для евро негативный Доллар будет укрепляться И вообще так говоря По многим прогнозам По моим личным графикам и ощущениям И многим других факторов Скажем доллар будет Очень серьезно укрепляться До какого то момента И это будет наверное В election В выборы идти То есть где то вот до конца года Резко причем Ну соответственным образом все остальные Противо так сказать Борствующие Пары там евро Британский фунт Там допустим В том числе кстати рубль Будет понижаться Ну вот мы говорим про август Кого это интересует Пожалуйста можете задать вопрос Еще раз это SunGates108 Это наш скайп Это тройное W SunGatesRadio.com SunGatesRadio.com Это телефон в конце концов 847-226-9956 Ну и Андрей спасибо вам большое За ваше время И за очень интересную беседу Ну и мы О нашей следующей программе Дорогие друзья Вам сообщим Это будет фейсбук Это будет на сайте Андрея Бухарина И это будет Ну в средствах массовой информации Появится информация Когда будем Сегодня пока еще не определена Дата точная Ну на следующей неделе Мы полагаю встретимся Хорошо Да Майкл Я так понял Лучше заканчиваться передача Да Надо А вы хотите еще добавить У нас еще есть время Ну я как раз по этой паре Евро-доллар Или вообще по валютам Еще пару Прекрасно Интересно Ну я Меня это интересует Я понял Меня Майкл Оберегает от перенапряжения Но я уже восстановился Действительно Очень много Потрачено было сил Но я сейчас уже жив-здоров Ну суть в чем Если кратко Да Вот для жителей Кстати России Мы все про Америку Про доллары Ну вот что с рублем Часто спрашивают Да Ну надо понимать Что есть Такая закономерность Именно Рубль Я так считаю Это Точнее как я уже называл Это не столько валюта Сколько это индекс Цены на нефть Вот в российской Ну скажем В финансовой Такой вот сфере И если Из этого Мы исходим И нефть Начинает снижаться То есть она Вот сейчас Уже снизилась С июня На 15% Уже в районе 43 долларов Топчется То естественно Что Рубль Начинает падать Причем Ко всем валютам Не только к доллару То есть в принципе Ну вот Ко всем А вот именно Между Противостоянием Между евро Между долларом Вот сегодня Евро Он так Как-то бодренько Себя повел Укрепился Ну в рамках Скажем так Недельного Скажем Месячного тренда Если мы смотрим Потому что Мы Часто вот Происходят Скажем так Вопросы А какой мы Период рассматриваем То есть есть Долгосрочный Среднесрочный Краткосрочный Ну мы рассматриваем Мы рассматриваем В пределах Месяца Прогноз Поэтому Понятно Что какие-то Годичные волны Там Мы их Не берем Сейчас Зачем Потому что Глобальный Стратегический Прогноз Это Снижение Евро По отношению К доллару В принципе Скажем так Годичный Прогноз Если брать Годовой Такой А прогноз На этот месяц Он говорит о следующем Что Ну на следующий На август Что именно Уже буквально С понедельника Произойдет разворот Ну понедельник Я имею ввиду Понедельник 1 августа Да Вот сегодня У нас 29 июля Это последний день Торгов сегодня Евро пошел вверх И он как раз Евро пошел вверх Я хочу добавить Что еще У нас Будет Несколько часов Будет Маркет Работать А воскресенье Воскресенье То есть По времени Скажем Города Чикаго Это 17 часов То есть У вас будет Понедельник В ночь Воскресенье На понедельник И это будет 3 часа ночи Нет Час ночи Это будет Час ночи Открывается Официально Открывается То что называется Глобекс Почему Потому что Уже Азия начинает Работать В это время Ну и Открывается А вот Резкое Значит Какое-то Вот будет Движение Когда Откроется Лондон Лондонская Биржа Потому что Там находится Главная Биржа И соответственным Образом Фунт Евро Будет Там Работать Вот То есть Кого это Да Кого это Интересует Поскольку Ну скажем Так У меня И самого Студенты Их это Естественно Интересует Я Так сказать Даю Свои Рекомендации Но особенно Если это Связано Вот еще Добавляется Сюда Еще Астрология То есть Это Шансов Достаточно Много Что У Евро Как раз Рост силы Идет на эти Выходные Когда торгов Нет уже То есть Значит Сегодняшний День Она Закончит Ростом А вот С понедельника Уже Показатели Другие Идут Когда Евро Теряет силу Скажем А доллар Начинает Набирать Причем Он начинает Набирать Весьма Где-то К третьему Числу Сейчас Я К третьему Августа Рост Доллар А что С третьего Августа Это Практически Это Полнедели Следующие Ну вот Как раз На следующей Неделе Ну хотел бы Отметить Что Очень Так Секундочку Как раз Тексты У меня Есть Готовые По датам Озвучить По евро Доллару Именно на месяц Так более подробно Я уже подготовил Тексты Ну почему нет Кто-то Среди наших Радиослушателей Найдется Кто Интересует И мы В следующий раз Действительно Проверим Это Значит смотрите Евро Падение С первого По третьего Августа Замедление Падения То есть Боковик Флет С четвертого По седьмое Точно Флет Ну скажем так Процентов Восемьдесят Что будет Флет Это с седьмого По девятый Августа И уже Где-то С десятого Начинается Падение Евро Которое Будет идти С десятого По двенадцатого Августа С двенадцатого По тринадцатого Слабое Укрепление Ну такая Слабая коррекция Довольно Сильное Падение Евро С тринадцатого По четырнадцатого Августа Пятнадцатого Коррекция Боковой Идет С пятнадцатого Где-то По Восемнадцатое Августа И кстати Вот Восемнадцатого По двадцатый Рост Идет Евро А дальше С двадцать третьего По двадцать пятое Падение И Там Какая-то Неясная Ситуация И главное Конец Месяца Любопытно Особенно Двадцать восьмого Двадцать девятого Августа Очень сильный Рост Евро Относительно Доллара Ну как В масштабах Нисходящего Тренда Ну и в конце Перед уже Перед затмением Тридцатого Тридцать первого Угасания Так бы Этого Такого Наступления Евро На доллар Вот Поэтому Я сейчас Таким По дням Сказал Посмотрим В общем-то Здесь Не указаны Уровни Уровни У нас Какие Это указывает Майкл Обращайтесь Мы в таком Тандеме Работаем Моя задача Найти Где Происходит Разворот И Кто Занимается Торговлей Биржевой Торговлей Можете Проверить На своем Опыте Насколько Наш Прогноз Будет Точным Вот Какие уровни Майкл Озвучит Докуда Они будут Доходить Если Вот в эти Дни Ну Я могу Сказать о том Что Вот Пообщавшись Сегодня С Астрологом Андреем Бухариным У меня была Очень большая Позиция На евро Кстати Это в принципе Называется Counter Тренд То есть Это В противоположном Направлении Тенденция К понижению Евро Относительно Доллара Еще раз На Недельных Графиках Скажем так Дневных И недельных Графиках А вот Внутри Оно Идет У меня Была Очень большая Позиция Я из нее Вышел Вышел Я конечно В плюсе Поскольку Евро Росло И Так Может быть Я предполагал Что по уровням Оно Могло бы Пойти Выше Но Зачем Когда и так Уже все Понятно Тем более Что вот Скажем Мне профессионал Сказал о том Что возможно Разворот Поэтому я Вышел Из этой Позиции Ну Могу Сказать Вот У меня График Переглазами На другом Компьютере Сегодня Еще Индекс Несдока Сделал В очередной Раз Сделал Новый Рекорд Хай То есть Поднялся Ну Относительно А вот Скажем Два Остальные Главных Индекса СНП 500 500 Крупнейших Американских Это экономика Соединенных Саттов Америки Корпораций И близко Даже не подошла К предыдущему Допустим Вот Высоте На которой Она была Несколько Там Недель Тому Назад Ну И Самый Слабый Индекс Это Индекс Дау Джонс Он И близко Еще Даже Совсем Он Находится В нисходящем Канале По русски Если выражаться Ну Когда мы Его пробьем Тогда мы Будем Об этом Говорить Кстати Мы планируем С Андреем Уже В следующий раз Кого это будет Интересовать Говорить об Индексах Индексы В частности Дау Джонс Который Самый Ну так сказать Известный Хотя туда Входит всего Лишь 30 корпораций Вот Ну хорошо Дорогие Друзья На этом Мы тогда Заканчиваем Нашу Программу Я Прощаюсь С вами Андрей И прощаюсь Дорогие Друзья С вами Ну Программа Наша Записывается Она будет Обработана И выложена В Ютуб И появится На фейсбук Все Тогда Хороших Всем Выходных Доброго Вечера На территории Соединенных Штатов А у нас Пока еще Вот Даже еще Которые А вам Хорошего дня Не подошли А кто еще Там Где-то На западном Побережье Либо в Тихом Океане Доброго Утром Страна Всем хорошего настроения Нет Как раз таки Тихие На Тихом Океане На Восточном Побережье На час Позже Чем мы Мы где-то Так Посередке Находимся А на западном Побережье В Халифорнии Там На два часа Раньше Ну как Американцы Говорят Thanks God Friday То есть Слава Богу Пятница То есть Рабочая Неделя Как бы Закончена В общем да Хороших Выходных Всем Хороших Выходных Всем И всего Доброго Здоровья И позитивное Ушление Я хотел бы Добавить Чтобы Если так Окончание Чтобы Не такая Скажем Грустная А то мы Как бы Тренд такой Был Какой-то Пессимистичный Там Все Все пропало Нет Жизнь На земле Продолжается Просто Надо понимать Что есть Время Когда Целесообразно Скажем Куда-то Путешествовать А есть Время Когда Безопасней Дома У Камина Как говорится Побыть Ну я Тоже Прощаюсь Благодарю Майкла За приглашение Желаю Удачи Успехов Сам Гейс Радио И ведущему До свидания Спасибо большое Всего доброго До свидания Редактор субтитров